вот сегодня шестое число июнь месяц приехала наша машина наша белая лебедушка вот это Андрей Ложкин приехал я расспрошу сейчас пошли понравилось потеряйки ну давай сейчас разгружать надо все Витя разгружайте давайте привезли удобрения удобрений много хватает от кого взяли Глушкова поди? от Глушкова барабаш уже раздал все барабаш он все на поле вывез видите как это сейчас будем вытряхать землю тут убрать надо будет на следующий год чтобы повыше было вот так видишь столько около тонны привезли ну какая машина потянет с какой скоростью шли 70 80 70 80 это ее крейсерская скорость но обычно брали по ребята больше мы не да это я не даю а когда ехали на восток они все время держались 100 иногда заворачивала дальше при таком грузе у тебя ведущие обе были да вот так видишь сколько это мы находимся здесь барнауле на ползунова 6 это у нас тут калина здесь вот тут яблони соседний дом двухэтажный вот что тут еще у нас есть это вот виноград виноград алтая это ревень куст такой вот рядом тут щавель на тот растет тут уже ты его начинает подниматься все это вот андрей ложкин приехал ворма сгодился а в городе чего он только так глаза пустил а тут он поехал он увидел поработал что-то осталось в памяти вот я стою вплотную это куст шиповни и калины это наш дом его молимся лестница туда покрыли железом все меняется картошку где палочки стоят это тыкву чтобы она приблизить показать какая она тыква дальше там около дома малина растет малина вот вишенка есть смотрите какой виноград за на зиму его в траншейку кладут закрываем его тут вот тут вот это вот окошко около которого я сижу вот в этом про стенки между двух окошек тут идет наша интернетная жизнь но еще все ну вылезай пока пока оставь так давайте разносить будут я покажу куда вытряхать берите по одному мешку андрюша аккуратно не наступай на большие листья вот так сейчас вот сюда вот подойдите я покажу куда несколько вывалить надо будет вот сюда то вываливайте первый мешок мы говорим вот сюда да ну не на дрова там лет который я спаду подвинуть надо так потихоньку смотри под ногами и шаги это это картошка не завалить здесь где подкопан эта картошка так это бы маленько слушай если можно маленько палочки передвинуть туда дальше вот так перекинуть и сразу вываливать прям вплотную подкус она много здесь войдет а весной разбросают вы за звездки берегите отвезли возьми туда дальше передвини под тот кус он падал под калину дальше положи этот мешок так аккуратно он туда дальше еще дальше к дому туда прокинь вот так сейчас туда будете валить там нет больше еще проверь еще чтобы не было никаких палок все до одной убрать туда иначе она будет завалена и потом ее не взять вот видишь как но машина тут я влюблен в нее 117 тысяч километров проехала ну как посчитали где-то семь с половиной месяцев за три сезона вот только в летнее теплое время ездили один год только захватили в сентябре и вот если нынче благополучно все будет машина должна тронуться примерно 13 июля если все будет как должно ну и все здесь полочки еще да 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 положи туда быть веке не все дальше хорошо вытряхай колышки все это будет мешать потом когда будете брать это пускай а вот эту кучу тут навалите давай прямо на это на сверху в одну и подносите туда вываливай да бывали так давай все мешки вытряхните пока мешки складывай сторонку а потом вытряхните все давай дальше следующий мешок подтаскивай прямо туда ближе вблизь в этого там вытаскивай что-то несколько палочек там вот туда подашь вот это чтобы тыкву не задеть вон туда подашь и прям под куст ну и все на этом сегодня у нас получается 6 июня 2015 года суббота но ты побыл потеряевки товарищ ложкин андрюша как тебе там расскажи как ты с вокзала начиная отсюда как ехал как слазил и все по порядку пришел на вокзал погромче пришел на вокзал где-то до поезда оставалось полчаса посидел побыл на вокзале потом подали наш поезд сел в поезд дали вагон купейный в этом вагоне много народу как оказалось все суетятся очень много ну я нашел вроде себе местечко присел туда сразу подошел к проводнику сказал где моя остановка когда он был он не сказал когда я посмотрел расписание когда эти остановки во сколько они по времени себе это выписал все потом все мы тронулись и поехали на где-то через час я подошел к начальнику поезда там мужчина был вот я ему сказал поезд остановится на станции под степной он горит если есть такая станция груди есть значит горит остановится все на ребре где-то нашел на ты не в ребрихе пошел как я говорил а в ребрихе я пошел к машинисту а к машинисту а тут а тут я ходил к начальнику поезда вот еще ну ну понял вот я к машинисту подошел гру и и тоже тоже да да мы с вами все спасибо он говорит если играет такая станция к говорит и есть горит такая станция груда есть да грязь на остановимся на все хорошо и воспользую но и остановились остановились на подстепном только справа не открывает открылись слева ну ладно все и поиску убыл сразу же виктор сашинка с ровным еще говори виктор сашинка сразу же подошел у тебя увидел там фонари горели горели фонари парочку фонарей я не знаю что там фонари горят даже парочку фонари горят оставили по дурости вокзал сломали хорошее здание было их направили следующая станция закрыта но я пьяно не доехали маленькой на другой станции сломали дом вообще все потом поехали на мотоцикле он был но ты понял что ты уже где-то рядом да да но и доехали как там темно было в принципе ничего не видать хотя ночь была светлая луна хорошо правда сейчас луна на убыль идет но и куда он вас привез то в какой дом в свой дом на скворечник на скворечник там кто были уже на волю была там володя уже отдыхал они уже спали да уже спали они тебя не видели еще нет они и где-то или куда тебя уложили как заходишь в дом направо 3 сверху на третий этаж да там они человек раз подтопили там я же говорил тебя ты сказал что я тебя наказал как спать да а они еще сначала по-другому предложили а потом ну ладно ладно я говорю что у тебя просто не нету ты приехал без просто не это нарушение и на одну ночь себе просто не а потом нам стирать где-то чужому не дашь уже спали на ней поэтому тебе одежонку бросят и тем более военный человек тебе это нужды нету прикроешься и все ну ладно так уже братья сделали и утром во сколько встали в 4 40 стали очень здорово правда но и непривычно вот с братьями увиделся 4 40 но ты не почувствовал себя каким-то отсталым по сравнению с братьями то отсталым ну куда не знаешь там вставать неохота может быть полежать охота не по военному закалка есть поэтому встаешь уже правда весь день поработали хорошо лагеря станет и кормят хорошо кормят да на сливок дали тебе сливок на убой да сливками тоже нефть и нам отменное все экологически чистейший сказать здесь там и климат и природа ближайший завод находится на расстоянии где-то 150 километров так что атмосферное все остальное но еще что там делал помогал в получается в том строительстве что именно помогал за столом помогал нет красил красим умывальник умывальник в детском лагере до готовились понятно потом выхлопали подушки одеяло матрасы перетаскивали их перевозили их сушили перевозили перевозили да но ты увидел что там серьезная работа ну конечно увидел как деревенские помогают ну вот женщина приходила от судьи люба а тетя люба приходила бы было еще девчонки но это его не было в тот день это до него еще не было там алюда то уже после это они в пятницу так в четверг приходили а тетя люба в пятницу но всяком случае ты что видел здесь в интернете ты там увидел наяву лагерь окрестность а вокруг сколько глаз охватывает красиво место очень очень красиво непривычно жгучая крапива непривычно ох какая жгучая это лекарственная от непослушания это точно непослушание вот в озере покупался не холодно вода нет вода теплая не поплавал умеешь плавать ну что тебе еще показывать березовка угощали да это не то что тебя гость какой-то долгожданный там или мы и президента также бы встретили нам разницы нету одинаково всем одинаковый патриарх приехал бы тоже накормили уложили спать никаких особых там нету мы даже не знаем как особо то чашка дали хлеб нарезали и суп наложили сметана перед тобой спать положили спине ворочайся вот так шарика видел да с шариком знаменитый шарик моего кота белого там не видел и рыжего тоже и серого серого тоже отличие надо отбирать они там цепляет их на себя ну и какое твое мнение вот и там побыл один день один всего день но и две ночи вот кто с тобой встретиться кто-то был на нашем форуме на ю тубе и тебя будут спрашивать что ты можешь сказать без подсказки скажи ты был расскажи там вот может там жить или нельзя жить 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 можно конечно даже не можно нужно жить нужно нужно потому что физическая работа есть и молитвы есть духовные что необходимо человеку так кому-то ходили я тебе говорил братьям усиновым то с батюшкой не ходили с батюшкой мы в храме побыли батюшки побыли с батюшка я говорил кости там сходить это приехали новые братья а нет нет не ходили видишь от учетом не сказал я сказал кустиновым братьям сходить они нынче этому первый год считай можно было поговорить как они себя чувствует один женатый другой неженатый батюшка смеется молодежь так вот приедет но игумену глушкова поставить монастырь открыть а монастырь где открыть давай там в калашниковском за доме сверху голубя но монастырь то без обедов без всего так чтобы а там а рядом у нас еще я скеле там если буду девчата вот нынче я познакомился с одной девушкой такая интересная но она имею не христианское было но горит я покрестилась теперь я христианка но увидела что не так но я бы горты приехал на мама не пускает 17 лет девчонка ну как всегда как я на там брюках там штанах я и сказал чтобы я и поверил ты должна сфотографируется она из алма-ата на где там у вас главный отдел милиции подойди и что было в платке она все сделала но все сделала я убедился что она оттуда но она решила не санкт-петербурге сдавать экзамен это в новосибирске то а мать говорит пока не кончишь университет никуда не поедешь я думала мы сказала ты ты с мамой тогда и жераса мама сказала с мамой можем с мамой можно наград ну тогда я не могу выявили в конце июля могу приехать там на крещение только с мамой это идеально будет мама не будет подозревать но они тут видят у нас мы все открываем и работа и отдых и молитвы значит вот такая история при том это может быть не один человек мы не настаиваем мы говорим господи почти добрых людей которые знают тебя любят тебя потому что у нас было такое что мы думали первые помощники будут родные братья у нас большая семья а это оказались потом первые которые ставят препятствия больше самая неприятность была от родных вот такая история в жизни ну господь сказал домашние ваши враги ваши так что все вначале подглядывать сообщать клявозничать вплоть до властей и бог вымел никого нету нет ни одного и притом их за руку никто не вытаскивал одному то правда уже предложили выехать потому что он пить начал тут безобразничать и сатана трудится но все жалко мы за них молимся там кипит наверно уже что на паузу не станешь да нет не ставлю сейчас не буду так ну и какие у тебя впечатления то впечатление очень приятные очень радостные впечатления духовный пойдем тебя ничем не обидели но это без натуги так она и есть такая обстановка такие люди тебя никто не значит я стеснялись бы если наши не так себя ведут они при тебе не так бы надежда сильно-то заходили все ехали вместе моя хозяйка понравилось по беседу хорошим общительная я когда был в тюрьме она вообще подвиг оказывал везде в москве и по организациям и с людьми везде тут она она любит командовать а когда под моей властью и скучно а вот когда если заболею или я в тюрьме но она тут генералитет вот у нее характер такой начальник только не хватает тужурки комиссарской пистолет это наган большой набор она все начнет если помогать то она тебя уже не бросит но это не не смертельный недостаток когда мы двое то ясно дело я свою власть они отпущу меня как угодно могут называть как угодно здесь клемят но под каблучниками никто не назовет это вещь даже самые лютые враги этого не поверят что я почему я не давлю я ее не бью и ничего просто показываю ей место писания она если что-то не так ли она вот за стенкой рядом я для нее отдельную сел в терем построил их их потеряю кино отдельно везде вот но я на молитву лежу она рядом как зашла так совершим молитву 3 святое 100 поклонов мы в молитве поминаем правителей владимира димитрия понятно о ком речь идет путин медведев вот дальше мы молимся барак обама всех поминаем рамзана петра это порошенко мне очень нравится этот лукашенко александр за него молимся ну кого мы знаем своих правителей всех это наша обязанность и кроме того молимся за своего митрополита илариона за патриарха кирилла за папу римского венедикта франциска и за старообрядческого корнилия и там старообрядческий патриарх александр мы всегда за него молимся вот да хочу из этого изменится этого просто не надо задавать это обязанность бог дал мне обязанность дышать дыхание в ноздрях его не в пятки и поэтому мы так и дышим и дал молитву нам и уж что-что а ты увидел какую-то молиться они встают утром сегодня тоже молились там до понравился и утром салтыр на чтение русском языке утренняя молитва по молитвословым и нигде не мудрим ничего но только это надо делать серьезно не торопясь проникновенно так вдохновенно сказать огненное должно быть и конце поднимает руки так было на вопием к богу обо всех за врагу молимся что бог дал мир мир израилю в первую очередь мы молимся мир израилю дальше россии и украине и всюду где война о детях божиих чтобы бог убиваемых пытаемых от мусульмане там убивает христиан чтобы господь их простил и принял в обители вечные мы не просим чтобы мусульман бог убил нет мы говорим они не знает что творят они не знают как одна тут пишет мусульманка недавно пришла из мусульманства мусульмане одни витаты люди это все хорошие если бы они коран не читали но если они серьезно коран читают они превращаются в машину для убийства все какой бы ни был это она говорит мусульманка то не я говорю то есть хороший все и дальше он уже не 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 мыслит ничего мать убить сестру убить он Все, говорит, вырежет, убьет Почему? Они изменили веру Они перешли в христианство Вот у нас знакомая, она перешла в мусульманство Ну перешла и перешла Не мстят ей Мы ее примем, накормим Но мы о ней молимся Господи, открой ей истину твою У нас хорошие отношения с мусульманами Буддистов тут нету Я думаю, и с ними были бы хорошие отношения Моим свидетельствам о Христе А обращаются люди Кому Бог откроет Вот так Ну мы никого Не затягиваем к себе, не вербуем Нигде, но тебя можно сказать Уже маленько, а ты у меня тут прожил день Сейчас второй день Ты думаешь уезжать завтра? Да, вечером Билет бери и ты куда сейчас поедешь-то? Сейчас в Мурманск поеду А потом? Потом там все дела закончу и в Екатеринбург поеду Ты заявление уже подал? Да, подал Ты нашу копию возьми о том, как подаем военные Там, где будешь здесь военкомат отнести У нас все альтернативные службы Но обязаны отслужить в армии А ты тем более военные У тебя какое звание-то? Старший лейтенант Ты сейчас в вооруженных силах? Да Пока еще действующий Так относишься к сухопутным или к какому роду войск? Род войск, артиллерия Артиллерия Я артиллерии был Но у нас в то время ракетные войска назывались артиллерией Я сейчас не знаю, они отдельно выделены или нет? Да, сейчас Не коллеги, а коллеги Я в самом начале образования ракетных войск Был маршал Неделин И он при испытаниях погиб А нам сказали В авиакатастрофе То есть тогда нельзя было говорить Но он не зашел в бункер И взорвалась ракета Прямо на месте Там, я не знаю сколько 160 что ли тонн Самого ядовитого вещества Все вспыхнуло От него нашли только Золотая звезда Герой был войны Часть погона И от часов Все больше ничего от него не нашли Он прах один сгорел Мгновенно вспыхнул Ну там тысяча градусов может было Он сидел А рядом колючая проволока Ну это так между делом Что от смерти, избавления Никому никакого нет И вот тебя маленько узнали Если ты дальше надумаешь Приехать Ты уже знакомство с нами имеешь Ну все объяснишь Мы можем испытательный срок Дать тебе приехать У нас которых принимают Которые живут Год испытательный срок То есть они права Голоса не имеют на собраниях Но это и законно Иначе они приедут в один день Могут еще там смуту наводить Ну я почему-то думаю Это не смутьен Так видишь как я сказал Только рукомойник подтекает И сразу соскочил Рукомойник Нет это другое Это уже положительное качество Вот У Володи такое Сидим обедаем Я возьми скажи Голубям то не налили воды Он мгновенно все бросает Выскочил Сразу налил Ты видел какой он Володя он очень хороший А был он не такой Это здесь уже он преобразовался Ну а Виктор Ты сколько лет потеряешь Поверни на себе Покажи Вот 13 лет Это 13 лет Это немало уже Дальше плохо смотрит Так Ну вот перед тем как к тебе уехать Какие вопросы ко мне есть? Вопросы? Да Потому что видел Слышал Ну мало ли что Чтобы заочно потом там не говорить Я забыл Да нет В принципе у вас все ответы открыты В книгах Да все открыты Открыты Ты все книги выписал Книги сейчас одна тоже просит Книги Вот В Белоруссии Ну все так Если есть желание То видео есть Люди по видео могут смотреть Поэтому Ты там что-то снимал маленько, нет? Да Я фотографировал А фотографировал Фотографировал Снимал Володя Вилл какой у нас огородчик есть Какой пирс Окупались здесь пирса? Отдельно? Нет Он сломанный А? Он сломанный Ну я знаю Сломанный Он может меньше Не потребуется Надо Прям где вот Крещение было Тут Там и купались Там этими Пробками-то надо Которые Плавущие пробки Ограничить Детям где быть Ну и для крещения Крещение надо делать так Эти пошире Развести Чтобы люди могли проходить Если будет несколько людей Не так, что один выйдет А сразу, чтобы один за другим шли Батюшка оттуда Погрузил его Отпускает Второй рядом стоит А то батюшку в воде Квасим там сколько Ну все, туда у меня ничего нету К тебе у меня вопросов нету Что я тебе говорил Береги себя Целомудрие Стыдливость Скромность Это не только Качества женские Но они и мужские Полезные На все На все абсолютно Смотри Через свет Священной Библии Святой Библии Во свете Библии Как я говорю И смотри Говорят Открытым окном на это Почему так сказал Господь Если это открыто Я вот Другой раз Думаю Вот сегодня Почему-то мне мысль пришла И говорят А тут он Поднял этого Привез израненного В гостиницу Сдал И дал два динария Но два динария Еще как-то Кто-то знает Что-то Ветхий Новый Завет Ну а дальше Это он говорит Если денег не хватит Ты там Ипотеку возьми Или в банке Заминет Говорит Что истратишь Гостиник Значит У него что-то есть Если ты что Сверх того истратишь То есть не хватит Два динария А два динария Это не так немного Для больного Ухаживают за ним И два динария Да какая же это цена-то Ну это Аллегория Кто-то стучит Сиди Сейчас Батюшка Батюшка Два-три раза стукнул И все Вот Я сегодня Почему-то только на молитве Подумал об этом Я тут сказал Говорю Мои книги Имеют возрождающие свойства И сразу Один еретик Зашел А я думал Библия То есть они Библию Думают знают Они как раз Библию-то и не знают Библию он знает Если Библию-то знали Ничего не надо Прочитал Сел Вы же сами толкуете Вы же сами Баптисты, адвентисты Иеговисты Они все толкуют А он не понимает А это означает Потрудишься в толковании Священного Писания Что потратишь Сверх того Я тебе воздам Так обещается Это не за динарии Которые дал Потому что в этом заслуги Никакой нет Библии-то Ну дал Библию Она там Евангелисты Апостолы Но именно Что сверх того А сверх того Это значит Ты потрудишься В толковании Ну а в толковании Это Как потрудишься Если ты не знаешь Ты можешь Туда завести Где же Как поговорка Поговорка говорит Макар Телят не пас Я сейчас вот С потеряевки привезли Ну я уже ушел И сейчас вот третье уже Что? Барана А как Витя Баронин Сейчас будет Третья Пошла на загрузку Все Загружу Загружу А потом Михаилу Кальмаю Он соединит Которые по одной тематике Идут Что потрудишься Нигде взаймы нету Ну И почему не сказал Там как-то Истратишь свое Что сверх того Истратишь Именно говорит А вот Пойдешь зарабатывать Или Ну как деньги-то добыть Где ему будет То есть Они у него есть Новосегдантов-то Ничего и нету Они с нуля Я в этой притче Как раз нашел Что притча не о сектантах Говорится Она говорится о церкви Сверх того Что потратишь А что потратишь У меня толкование Златоуст Я трачу Его Рассуждаю Над болящим Тебе говорю Блаженого фифилакт Я трачу Я трачу Но это Издал книги И прочее Что сверх того Потратишь А нужно это А без этого Вообще ничего нету Да конечно Библии недостаточно Вначале Когда слышали Достаточно Почему Бог поставил Говорит Во-первых Апостол Во-вторых Пророк В-третьих Учителями А зачем Вы их в-третьих То ставите Я когда сектантов Спрашиваю Говорят А что в-третьих То На ней первое Апостол правильно Перечисляют Пророки Там ага Больше никого нет Четыре дочери Пили под яконом А кто учителя Они опять Перечисляют Апостолов Я говорю Нет Это апостол Мы их отодвинули Со временем Их образование Они начинают Бакмелдеров Каргилев Кригеров Все собирают А мы начинаем С первого Игнатия Богоносец Его там 6-8 посланий Иринея Леонский По порядку Начинаем Которые были Поликарм Смирнский Что осталось Киприян Карпозинский Иоанн Златовус Василий Великий Низкий Григорий Чудотворец То есть Это сверх того Что потратили Они потрудились Мы это получили И мы Находимся С богатством большим И сверх этого Писания Которое с нами Люди общаются Мы тратим А сектант Ничего тратить не может У него ничего нет Он может только Собственное Гостобливательное Размазывать Что он может сказать Когда у него ничего нет Он вне церкви И он поэтому сразу А Библия Ничего не надо Кроме Библии Когда говорят Так это значит Он не знает Библию Библия не ограничивает Знания наши Тем что ты увидел Слово Божье живо А раз живо Значит Все как есть Мне нравится Сейчас я не знаю Какой это Уже мог забыть его Имя был тут Профессор Говорит с Венгрией В Новосибирске Еще при советской власти И они Где кедры здесь Кедроград какой-то Намеревались строить Или что-то Ну его спрашивали А что вы изучали Он говорит Библию Как же Вы же профессор Ну Библию Написано Луна твердая Слово твое твердое Как луна Я изучаю луну Я должен знать Какая она твердая Если вот Какое слово Где-то есть Говорит Насадил В виноградни Ковые ветви Я должен про виноград Все знать Чтобы сказать Как орел Своих птенцов Я должен про орла Орнитологию Знать От и до Как пчела Приносит что-то Я значит Теперь все Не только про пчела Про всех насекомых Должен знать И поэтому я всю жизнь Изучал только Библию У евреев было так Что один предмет Ветхие заветы Но В этот предмет Включались все науки Какие были Математика И физика И астрономия Все что было Поэтому Вот видите Я сколько лет верующий Сегодня только Вот В первый раз Я так На молитве Это было открыто Что означает Что сверх того Потратишь Я уже с молитвы И не ушел Пока до конца Мне Бог не ответил А дальше Придумай Как картина открывается И я вы первый С кем я поделился Этим откровением Это сверх того Что было А почему А побудил меня К этому еретик Адвентист седьмого дня Он адвентистское учение Не знает даже Что они душу не признают Он этого не знает У них трактаты Книги написаны Нет Они не такие Да вы меняете Каждый день Как змея шкуру Каждый год Что такое секта Это нечто грозное Зловещее Неуловимое У православия Все четко Ясно Где не возьми Это все не по писанию Мы должны это сказать Теперь я православным Хочу сказать А почему православные Так Библию не знают А потому что Она обличает их У нас что не возьми Все не по писанию Мы как то остались Ну После когда уже Разъехался в лагерь И мы в лагере И по утрам Считали Деяния апостолов Каждый сих Спрашивает У нас так Нет не так У нас православных Так не так До 28 главы Дочитали У нас ничего так Нету Практически ничего Нету Поэтому Библия Не вхожая в дом Она главная Обличительница И люди на духовном уровне Понимают Это нехорошая книга Она вредная О нас положительно Не отзывается Никто посторонних Не смел пристать О посторонние Это все Шушера Вся катится В церковь Они Никто не выполнит Даже простое Павел говорит На берегу Преклонили колено И падали на вы На шею Павлу целовали его У нас епископ На берегу Где-то преклонять колено И чтобы на шею Ему падали Не будет Не принято это Это ему то ли унижение Или что Ну написано Давайте мы это сделаем Архиерея бы сказал Давайте вы Сделаем Нашим собором Выйдем Где-то у нас тут Оп рядом где-то Побудем здесь Я уезжаю Сейчас меня вызывают В патриархию Ну и люди бы плакали тут Или сказали Меня переводят В другую епархию Падали на шею Ну вот это хотя бы Выполните За тысячу лет Никто не мог выполнить А ничего там нет А сектанты Сектанты могут выполнить это Они потому что Держат в руках Библию А почему они держат Да потому что мы потеряли Мы уронили А не подобрали Телефон чей-то Ты это все должен брать Не твой? Мой мой Так Че? Телефон Брось себя Сейчас Ну еще ладно Ну все Не считал? А что? Боишься или что? Так